В эфире информационная программа День города в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! О событиях этого дня расскажут наши корреспонденты. Смотрите в этом выпуске. То яма, то канава. Аризанские водители попросили у губернатора новые дороги. Обогнать за 40 рублей маршрутные войны на рязанских автовокзалах. Меткость глаз и скорость лыж олимпийские чемпионы оценили рязанскую биатлонную трассу. Ежегодно в Рязани будут составлять список самых опасных дорог. Депутаты поддержали проект, который предусматривает ежегодно до 1 июля публиковать перечень наиболее опасных участков дорог в городе и регионе. Список будет составляться и утверждаться Министерством транспорта и автомобильных дорог области. А между тем, выбоины на дорогах представляют немалую опасность для участников дорожного движения. Традиционно в преддверии весны вместе с тающим снегом тает и асфальт. И далеко ходить, а точнее ездить не надо. В любом районе города можно оставить в яме как колеса, так и немало нервов. С наступлением отепелем дорожную обстановку все чаще обсуждают пользователи соцсетей. Рязанцы выкладывают видео и фото, пишут гневные комментарии. Абсолютный лидер на рязанской карте убитых дорог – это улица Большая. Чуть ли не каждый день здесь убивают свою подвеску сотни автомобилей рязанцев. Проявлять мастерство вождения, лавируя между ямами на Большой, приходится постоянно. Не повезло тем, чей путь на работу пролегает именно через этот дорожный участок. Еще вчера ямы были не полностью скрыты под водой, и у автомобилистов была возможность их объехать. Сегодня такой возможности нет, и водители берут ухабы штурмом, рискуя подвеской своих авто. Если повернуть с этой улицы во двор, то картина становится еще печальнее. Здесь, возле дома 54, корпус 1, ямы уже давно. Они не свежие, и о том, насколько они глубокие, видно с любого ракурса. В сети также появилось видео, которое сняли на рязанской трассе М5. Вот такие дороги в области. Налоги через приставов собирают транспортные, а дороги не делают, сказал водитель. Стоит отметить, что за последние дни в интернете появилось много подобных видеозаписей. Пользователи замечают, что асфальт в Рязанской области, как и обычно, растаял вместе со снегом. Тем не менее, дорожные рабочие, несмотря ни на какие погодные условия, продолжают засыпать ямой в дождь и в снег. Такие фото тоже появились в интернете. Но, несмотря на плачевность всей ситуации, рязанцы надеются, что с приходом нового губернатора дороги города и области все же станут ровнее и качественнее. Николай Викторович, пожалуйста, займитесь этим делом. Дороги нам нужны хорошие. Налоги платим, правда? Да. Ну и дороги должны быть. По городу, по центру еще жить можно. А шаг влево, шаг вправо, все, дорог нету. Николай Викторович, помогите нам. Сделайте нам хорошие дороги. Ну, дороги сильно убиты. Что там говорить? Я вот позавчера диск погнул, вот передний, две тысячи выкинул. Будем надеяться, что в приход нового губернатора у нас появятся новые дороги. Надежды есть. Пожалуйста, сделайте ради бога дороги. Это же невозможно. Около нашего дома это убийство. Убийство. Это, я не знаю, по советской армии. Дом 3, корпус 1. Как туда идти, поднимешься наверх. Это ужас, что есть. Где толка нет. Где не убиты. Николай Викторович, сделайте дороги, пожалуйста. Ну, вот шлаковый район очень убит. Потом где. Ну, тут, в принципе, везде убитые. Единицы сделаны. Николай Викторович, помогите нам, пожалуйста, сделать новые дороги. Мне кажется, в Дашках. Очень плохие. Конечно, там центральные заасфальтировали. Ну, а таки в дворах. Все убито. Будем надеяться на лучшее. Я просто езжу давно уже, как бы, 20 с лишним лет. Поэтому я могу сказать, что как бы от того, что что-то во власти меняется, на дорогах ничего не меняется. Ну, пожалуйста, нам много. На шлачке мочи. На шлачке вообще разбитая вся дорога. Невозможно ездить. Николай Викторович, давайте лучше сделаем дороги в городе Рязани. Где самые большие ямы? На дороге «Премьер» и «Барс». Вот ехать невозможно. Вот серьезно. Сошел снег, и подвеска полетела. Николай Викторович, сделайте, пожалуйста, дороги. Николай Викторович, нужно, чтобы дороги были лучше. Конечно, опасные ситуации на дорогах создают не только ямы, но и люди. И сколько бы дорожные полицейские не призывали к соблюдению правил дорожного движения и внимательности за рулем, без аварий не обходится ни один день. Не миновалась и яучесть, и прошедшие выходные. Причем не обошлось и без курьезных случаев. В воскресенье 26 февраля на улице Почтовой рядом со зданием управления ФСБ водитель отечественной машины прокатил сотрудника ДПС на капоте авто, а затем скрылся. Личность водителя установлена, сам автомобиль также после был обнаружен. Прокат рязанского автоинспектора засняли из другого ракурса. Видно, что после задержания водитель отказался выходить из своего автомобиля. Попытался уехать, но так просто это у него не вышло. Один полицейский буквально лег на капот, другой бежал рядом. Совершив ДТП с другим авто и прокатив на капоте сотрудника ДПС, водителю все же удалось ненадолго скрыться. В субботу 25 февраля в Шацком районе в аварии двух легковушек погибла женщина. При столкновении Киа Риа и Тойота погибла водитель автомобиля марки Киа. Пострадали пассажиры Тойота, женщина и 7-месячный ребенок, который находился с ней рядом на заднем сиденье в удерживающем устройстве. Установлено, что авария произошла из-за выезда на встречку. По этой же причине произошло ДТП ночью в воскресенье на улице Гагарина. 26-летний житель Рязанской области, управлявший автомобилем БМВ, выехал на встречную полосу. Там БМВ врезался сначала в Киа, после чего врезался въехавший в попутном направлении автомобиль Hyundai Solaris. В результате виновник аварии был доставлен в больницу. Фраза «Наши люди в район на такси не ездят» перестала быть актуальной в середине января, когда на автовокзалах Рязани появились легковые маршрутные такси «Лада Ларгус» с оренбургскими номерами. Неожиданный перевозчик предлагал пассажирам добраться от Рязани до Рыбного, Ряжска, Полян и обратно за плату, незначительно отличающуюся от стоимости классической маршрутки, только в два раза быстрее и в куда более комфортабельных условиях. Но не прошло и недели, как местные перевозчики при помощи кулаков и крепкого словца с конкурентами разобрались и «Ларгусы» от вокзалов исчезли. Правда, ненадолго. Они вернулись вновь, равно как и проблемы, с которыми продолжают сталкиваться перевозчики. 26 февраля в Рыбном возле спортивного клуба «Звезда» в маршрутное такси «Лада Ларгус» злоумышленник запустил бутылку с зажигательной смесью. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, следов поджога или возгорания не обнаружено. По словам совладельца сети данного такси, подобные нападения происходят уже не впервой. Бутылки с зажигательной смесью бросали и ранее, а постоянные угрозы, сломанные зеркала, подрезание на дороге и даже блокировка водителей на парковках, чтобы они не смогли выехать, стали уже привычным делом. Легковые маршрутные такси «Лада Ларгус» появились в нашем городе в середине января. Водители предлагали пассажирам добраться от Рязани до Рыбного, Ряжска, Полян и обратно за плату, незначительно отличающуюся от стоимости классической маршрутки, только в два раза быстрее и в куда более комфортабельных условиях. Местных перевозчиков сторожил возмутила данная ситуация. Самим работы нет, еще помощники приедут. Но не прошло и недели, как водители стали разбираться с этой ситуацией своими, нестандартными методами. Да ну потому что вы кулаки показываете, не будем открывать. Ну как ты, подожди. По их словам, из-за сильного снижения цены официальные перевозчики с вместительным транспортом могут просто пропасть. Это не полный список претензий, которые предъявляются водителям «Ларгусов». Но не всех сторожил данные способы разборок устраивают. Это безобразие, считаю. После неприятных бесед «Ларгусы» с автовокзалов исчезли. Сейчас их место стоянки неизвестно. Представляющая Рязанской области лыжница Наталья Матвеева вместе со своей напарницей Юлией Белоруковой принесла российской сборной серебряную металь командного спринта на чемпионате мира в Лахте. В мужском командном спринте сборная России в составе Никиты Крюкова и Сергея Устюгова завоевала золото. В итоге Россия стала первой. Вторыми к финишу пришли итальянцы, третьими финны. В Рязани в выходные прошел открытый чемпионат Рязанской области по биатлонам. Принять участие в самом молодом. А для региона в виде спорта прибыли спортсмены из разных уголков страны. Подробности в сюжете Галины Ершовой. Быстрый ход и меткая стрельба. Чтобы прийти к финишу первым, нужно в совершенстве владеть этими навыками. Ведь биатлон – спорт для выносливых и целеустремленных. А мастерство здесь приходит с возрастом. За звание медали спортсмены борются вплоть до 30 лет, а после переходят в отдельную категорию. Ветераны, или как их называют мастера, собрались в эти выходные в Рязани, чтобы принять участие в открытом чемпионате области по биатлону. За звание лучших боролись более 10 человек из Ульяновска, Екатеринбурга, Саранска, Москвы и Рязани. Их ждала эстафета, спринт и массовый старт. Масс-старт проводится на дистанцию 15 километров. А для вот этой категории участников мы сделали дистанцию 10 километров. На всех чемпионатах России среди ветеранов вот этого возраста дистанции проводится 10 километров. В остальном правила классические. На дистанции 4 огневых рубежа. Два из положения лежа и два из положения стоя. За каждый промах нужно пробежать лишние 150 метров. Преодоление дистанции занимает около получаса, а ведь самому взрослому участнику уже почти 60 лет. Геннадий Тихонов приехал из Москвы. Он вернулся в большой спорт после 25-летнего перерыва. Для меня лично. Это как наркотик, можно так сказать. То есть я вот без спорта уже себя не вижу. Уже 7 лет Геннадий вновь стоит на лыжах и участвует в международных соревнованиях. Сегодня он пришел на финиш вторым, но первым в своей возрастной группе. Готовимся к чемпионату мира, поэтому полномерно результат повышается довольно-таки хорошо. С большим отрывом в массовой гонке победил самый титулованный участник. Многократный чемпион России и мира. Победитель Олимпийских игр в Канаде среди ветеранов. Вадим Трифилов профессионально занимался биатлоном до 19 лет. А потом ушел из спорта. Всех этих результатов могло не быть, если бы спустя 14 лет не нахлынули старые эмоции. Тут особо вдохновения не потребовалось. Просто встал на лыжи и понял, что я слишком много потерял, не катая все это время. Вадим живет в Екатеринбурге, но ехать или нет в Рязань сомнений не было. Ведь для него это не просто соревнование, а уже образ жизни. Нас не пугают эти расстояния. Правда, для нас лишний повод собраться. Это огромное счастье. Встретиться еще раз с друзьями, пообщаться, поготовиться, повариться в этой каше, приготовить лыжи, отстреляться, поделиться впечатлениями. Это здорово. Гонка прошла в дружеском, но азартном формате. Каждому хотелось показать себя и посмотреть на других. Лучшие получили кубки и медали. А вручить награды, поддержать спортсменов и оценить Рязанскую трассу приехал двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Все организовано достаточно четко, очень профессионально и использованы самые передовые средства для проведения соревнований. Это электроника и хорошая судейская бригада. То есть, все на самом высоком уровне. Можно проводить соревнования, на самом деле, даже международные. Пока для Рязани биатлон – самый юный вид спорта. Ему всего два года. Но растет он огромными темпами, благодаря усилиям тех, кто его любит, обмену опытом и дружескому общению спортсменов со всей страны. Не только в лыжах сильны рязанцы. Первые открытые соревнования по подтягиваниям среди мужчин состоялись в Рязани в воскресенье. Организаторами стали спортсмены-энтузиасты из команды Workout 62. Соревнования ребят решили приурочить к самому мужественному празднику – Дню Защитника Отечества. А заодно и внесли свой вклад в то, чтобы занятия физкультурой стали массовым увлечением. Подтягивания – базовые упражнения, которые, между тем, не так легко научиться выполнять. Даже если вы научились, не факт, что выполняется оно вами правильно. Есть особые технические требования. Компетентные судьи тщательно следили за тем, как участники справляются с заданием. К участию допускались все желающие разных возрастов и любого пола. Это было классно, это было здорово. За этим было интересно наблюдать. Ребята, которых было большинство, именно парни, проявили себя во всей красе. 39 повторений – это лучший результат на сегодняшний день. Но стоит, наверное, увеличивать, улучшать эту планку. Чему мы будем способствовать? Организовывать такие события ежегодно, как минимум. Это не первое соревнование, которое устраивает инициативная группа дворовых спортсменов. В начале августа прошел приуроченный к празднованию дня города первый кубок главы администрации города по воркауту. До этого ребята побили так называемый рекорд победы. Обо всех этих встречах мы подробно рассказывали в наших программах. Спорт становится все популярнее, быть в форме модно. И соревнования воркаутеров – тому подтверждение. Рязанские полицейские преподнесли необычный подарок жителям рабочего поселка Ермиш. В один из праздничных дней состоялся концерт, посвященный главному мужскому празднику – Дню Защитника Отечества. Жители поселка Ермиш с радостью встретили участников концерта, посвященного Дню Защитника Отечества. 24 февраля в Ермишинском межпоселеническом доме культуры состоялся бесплатный концерт ко Дню Защитника Отечества, подготовленный культурным центром ОМВД и Общественным советом при ОМВД России по Рязанской области. В праздничном концерте, посвященном Дню Защитника Отечества, приняли участие вокально-инструментальный ансамбль рязанских полицейских «Диапазон», солистки культурного центра ОМВД России по Рязанской области Юлия Антонова и Ксения Орлова, детская студия культурного центра ОМВД «Фасоль» и ансамбль «Танцы Рязань». Рязанские полицейские представили жителям поселка и гостям праздника яркую концертную программу, состоящую из песен патриотической направленности и композиций советских кинофильмов. После концерта многие зрители подходили к сотрудникам полиции и лично благодарили их за яркое выступление. Но одним из самых массовых и ярких событий минувших выходных стало, конечно, празднование Масленицы. Центральным местом гуляний стал Лыбецкий бульвар. Впрочем, жгли чучело зимы и ели блины практически повсеместно. Более 20 площадок. Огромный размах масленичных гуляний поражает воображение. Буйство красок, ярких народных костюмов, море веселья и традиционных забав. В эти выходные рязанцы смогли вспомнить свои корни и от души повеселиться, как когда-то это делали их предки. Самыми необычными стали забавы на настоящих лошадях. Благородные животные катали малышей, блистали статной осанкой и с радостью встречали посетителей. А самой массовой площадкой стал Лыбецкий бульвар. На главной сцене праздника пришедших радовали фольклорные коллективы, а на малую работал свободный микрофон, звучали стихи в исполнении авторов, рязанских поэтов и писателей. Те, кто утомился, могли посетить обжорный ряд. Блины на любой цвет и вкус представили 50 рязанских предпринимателей. А гвоздем вечерней программы стало состязание смельчаков. Покорить 10-метровый ярмарочный стол пришились 10 человек. Налегкие, обдуваемые ветрами, они смогли достать заветные красные ленточки. Награды им были приятные подарки и восхищенные овации. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин